Дорогие зрители, с грустью и тяжелым сердцем мы обращаемся к вам. Не всегда легко донести до вас подобные новости, но мы считаем важным делиться с вами тем, что происходит в нашем мире. Всего лишь несколько минут назад поступила трагическая информация, которая коснулась нас самых глубоко. Этот 2023 год, начиная с его самого начала, стал временем потерь. Сегодня ночью в московскую скорую поступил сигнал. Медики, прибывшие на место, с большими усилиями пытались спасти мужчину. К сожалению, сердце 86-летнего мужчины остановилось, и мы с грустью сообщаем, что ушел из жизни выдающийся актер театра и кино, народный артист Российской Федерации, Юрий Назаров. Жизненный путь этого актера был чрезвычайно трудным. Его детство пришлось на войну, а юность – на послевоенную разруху и голод. Однако, несмотря на все трудности, он смог преодолеть их и добиться в жизни великих высот. Сегодня Юрий Назаров оставляет свой след, как один из самых востребованных актеров старшего поколения, с богатой фильмографией, насчитывающей сотни ярких работ. Широкую известность Юрию Назарову принесли съемки в фильме «Андрей Рублев», режиссером которого был великий Андрей Тарковский. Следом за этими работами появились «Зеркало» и «Маленькая Вера», которые лишь укрепили позиции актера в индустрии. Немногим судьба дарит возможность оставить свой след в кинематографе, более чем в трехстах проектах. Однако Юрий Назаров – один из них, и с каждым годом количество фильмов с его участием только растет. Даже в почтенном возрасте он сохраняет невероятную энергию, радуя зрителей своими выступлениями на экранах. В начале 60-х годов на актера обрушилась трагедия, в результате автокатастрофы Юрий Назаров получил серьезную травму позвоночника. Врачи вынесли неутешительные прогнозы, предвидя долгий период восстановления. Несмотря на сложности, актеру пришлось пролежать в кровати целых 1,5 года. Однако благодаря несгибаемой силе воли и заботе законной жены Татьяны Назаровой, он смог побороть травму и вернуться к актерской деятельности. В почтенном возрасте Юрий Владимирович вновь поколебал своих поклонников, в 2020 году, когда он заболел коронавирусом, был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, и врачи опять ставили серьезные диагнозы. Но сила духа и поддержка близких помогли ему отдалить болезнь. Летом того же года актер оказался в больнице после травмы ноги, полученной при несчастном случае на лестнице метрополитена. Этот инцидент поднял волнение среди его поклонников, но несмотря на трудности, Юрий Назаров вновь показал свою стойкость и быстро преодолел последствия происшествия. В эти моменты жизни, полные испытания и борьбы, актер продолжал вдохновлять своих поклонников, не только своим искусством, но и примером несгибаемой воли и силы духа. Эти истории о его борьбе с травмой и болезнью стали неотъемлемой частью легендарной биографии Юрия Назарова, добавляя его образу еще больше величия. Свой дебют в кино Юрий Назаров совершил в массовке фильма «Испытание верности Ивана Пырьева». Несмотря на первоначальные предупреждения родственников, чтобы не пропустить этот момент, сам актер признается, что просмотрел ленту 15 раз, так и не обнаружив себя на экране. В дальнейшем актер неоднократно появлялся в эпизодических ролях на экране, а его первой значительной ролью стал капитан Новиков в драме «Последние залпы». Эта роль открыла ему двери к участию в съемках военных фильмов, и с тех пор он регулярно приглашался на такие проекты. В 60-е годы наступил творческий кризис для Юрия Назарова, и он временно покинул мир актерства. Он попробовал себя в различных областях, включая работу в типографии и даже лебедчиком. Однако возвращение к кинематографу произошло благодаря сценарию фильма «Баллада о комиссаре». Это возвращение было успешным, и Юрий Назаров сыграл роль Фадейцева. Одним из наиболее значимых проектов в его карьере стала работа в фильме «Андрей Рублев», где он исполнил сразу две роли. Работа над этим фильмом длилась год, и за это время актер полностью погрузился в атмосферу 15 века, освоив езду на лошади. В интервью он рассказывал, что эта работа усилила его любовь к родине. В 80-е годы актеру удалось сняться в двух ярких проектах мелодраме «Давай поженимся», где его партнершей была Маргарита Терехова и социальной драме «Маленькая Вера». На роль в последнем фильме он долго колебался, но именно она принесла ему популярность среди молодежи того времени. Фильм был отмечен на фестивалях в Монреале и Венеции. С приходом 21 века Юрий Назаров оставался востребованным артистом. Его участие в таких проектах, как осенний детектив из Сталинград, подтверждало его актерский талант. В 2019 году вышла комедия «Полярный», где актеру досталась роль доброго и отзывчивого старика Степана Ильича. После успешного первого сезона его пригласили сняться и во втором. В начале 2022 года на фестивале «Дух огня» была представлена драма «Мятный пряник», над которой Юрий Назаров работал вместе с Матвеем Павловым и Алисой, Гребенщиковой. Затем состоялась премьера научно-фантастической ленты «Временная связь. Альманах», где он исполнил роль отца Сергея Пускепалиса. Весной 2023 года Юрий Назаров стал гостем студии программы «Жизнь» и «Судьба» Бориса Корчевникова. В этом интервью актер вспоминал съемки в фильме «Земля Санникова», который отмечал 50-летний юбилей. Конечно, также обсуждались сложившаяся геополитическая обстановка в мире и события СВО. В завершение своего творческого пути Юрий Назаров оставил нам свои последние работы. В последние годы он снялся в драме «Мятный пряник», в которой он вновь продемонстрировал свой актерский мастерство, работая рука об руку с молодыми талантами индустрии. Здесь он делил сцену с Матвеем Павловым и Алисой Гребенщиковой, создавая яркий ансамбль. Также в своем активе у Юрия Назарова остались работы в научно-фантастической ленте «Временная связь. Альманах», где он снова впечатлил зрителей своей убедительностью и глубиной исполнения роли экранного отца. Стоит также упомянуть его участие в комедийном сериале «Полярный», который встретил положительные отзывы зрителей и стал своего рода возвращением актера к жанру комедии. Роль доброго старика Степана Ильича позволила Юрию Назарову проявить свой харизматичный и чуткий образ, который стал любимым среди поклонников. Наслаждаясь успехами последних лет, актер не утратил своей творческой энергии и страсти к киноискусству. Его участие в программе «Жизнь и судьба» позволило ему поделиться воспоминаниями о долгой кинокарьере и взглядом на сложившееся события в мире. Юрий Назаров оставляет нам не только яркие кинематографические образы, но и воспоминания о его преданности и любви к искусству. Его уход – это утрата для отечественного кинематографа, и мы скорбим вместе с теми, кто ценил его талант и вклад в мировое искусство. Эта весточка о кончине великого артиста наполняет наши сердца тяжестью, и мы выражаем искреннее соболезнование семье, близким и поклонникам Юрия Назарова. Пусть его душа покоится в мире, а его наследие будет жить в наших сердцах и в памяти о ярком и уникальном Творце.